Вариант сдавать неиспользуемое жилое помещение всегда был одним из самых доступных и удобных. С одной стороны, квартиры или дом не простаивают, с другой – постоянные жильцы – источник пассивного дохода на достаточно большой промежуток времени. Однако, отдавая арендатору ключи, а вместе с ними и право пользования, хозяин должен помнить о том, что может последовать за этой сделкой. Специалисты налоговых органов настоятельно рекомендуют вести свою деятельность легально, а все манипуляции заверять документально. Физические лица, которые имеют в собственности квартиру, вправе сдавать ее на долгосрочный период без регистрации предпринимательской деятельности. Для этого до начала деятельности необходимо заключить в письменной форме договор найма жилого помещения, зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе, произвести уплату фиксированной суммы подоходного налога. В настоящее время ставка подоходного налога в городе Бресте составляет 32 рубля 20 копеек за каждую сдаваемую жилую комнату. Уплата подоходного налога в фиксированных суммах производится таким образом. За один месяц, не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком предоставления жилого помещения в найм, а в последующем ежемесячно не позднее первого числа месяца. Как и ранее, при сдаче квартиры на долгосрочный период молодым специалистам физические лица освобождаются от уплаты налога. При этом освобождаются они от уплаты в течение обязательных сроков, установленных законодательством по обязательной работе по распределению. Стоит обратить внимание, что с 1 января 2021 года к молодым специалистам относятся не только выпускники, которые получили образование за счет бюджета и распределились путем распределения на работу, но и выпускники, получившие образование в дневной форме получения образования на платной основе, которые трудоустроились на предприятии, а также путем распределения. Таким образом, сделка между арендатором и нанимателем будет иметь юридическую силу, а получаемый от сдачи квартиры доход – легальным. Всю необходимую дополнительную информацию можно уточнить в налоговых органах по месту жительства. Продолжение следует...